вот такой вид из окна друзья судоречка на так стали солнце восходит доброе утро друзья мы на 17 этаже отеля хилтон в чикаго отправились поснимать какую-нибудь красоту потому что когда мы заселялись нам понравились там какие-то места тут пойдем на них посмотреть вот мы как бы с улицы зашли такое зрелище но это только начало идем дальше лау прямо мне чем-то напоминает света библиотеку имени владимир чаленина в москве или это поподвиннее будет такая она же румянцевская в прошлом у нас в калифорнии смысле такого нет ну за относить холл похоже на капитолий ну да башня с часами давай знаешь что давай поднимемся вот туда да вот здесь мог бы сидеть человек играть на рояле хотя сейчас такая манера стала механические делать вроде человека нет а клавиши нажимаются это все для такое место для конференций ой мама родная я сначала на звук отреагировал а потом смотрю тут много-много монет интересная ситуация давай я как не денежку брошусь возьми не дядь брось туда все бросают твои выбросить да так вот вы видите там такое помещение а из него уже вот участники там конференции всяких мероприятий до приходилось приходилось нам участвовать в таких много мы перешли на другую сторону у них это место называется бельведером да а та страна называется гранд балл ром но видим просто для обозначения видите тут тоже беджики для какой-то конференции тут народ собирается в больших отелях все время и вне взять это очень большие все время проходят какие-то мероприятия это обычное дело то что следом пойдем посмотрим на буфет красивый такой я не знаю как его правильно знать сервант буфет горка ну не знаю но красиво красиво пустоватенько меня вот интересует если какая-то смотровая площадка здесь еще рояль так вот можно народ веселить если кто умеет да мы с вами друзья смотрим на всякие сувениры и ювелирку и так далее пахнет кофе пахнет кофе и всякой едой здесь можно позавтракать а пойдем посмотрим вот там у прилавочка всякие донаты и мороженое и так далее а вот здесь такие холодильнички стоят и здесь уже так соки йогурты готовые салатики я согласен с тобой я согласен вот здесь такое могу сказать более здоровое но потом после банана увидел что все остальное уже не такое здорово да есть вода нам как раз водичка была нужна вот нам почти посмотри сама выбирает чипсы в общем все все как положено друзья для человека который находится в гостинице chicago candy тут же еще и магазины но пока рано сейчас довольно рано вот такие местах где можно посидеть поболтать по делу если вы спросите себя дорогие ли магазины то что там продается я вам скажу что это же самое вряд ли где-то можно купить дороже чем тут так сувениры хотя мы находимся на мишиган авеню это как бы очень такая центральная торговая улица чикаго здесь я думаю много возможностей сити гипс но это это достаточно очевидно магазин называется до ветреные сити именно от ветра news and gifts мы возвращаемся в номер вот мы снова на 17 этаже посмотрите сколько лифтов посмотрите сколько дверей это все лифты 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 да некоторые лифты идут на как какие-то этажи другие идут на другие это правда они так чтобы быстрее надо было мне очень нравится это место где можно посидеть может быть подождать кого-то лифт подождать нет лифт очень быстро приходит данская вот место такое рюмочку там взять надо сказать что интернет не входит в стоимость они хотят 13 долларов в день за пользование интернетом хотя нам вот совершенно легко выдали некий промоушен какой-то код и у нас интернет получается от этого бесплатно вы видите друзья что так в общем то здесь не не по-современному и надо сказать что отель открылся в 1927 году это был когда-то вот по тем временам крупнейший отель на 3000 гостей сейчас уже конечно вот отпечаток того что заблудишься по ходить правда есть вот таблички говорят куда идти вот так что друзья мы почти разбираться в лабиринте